Здравствуйте, друзья! С вами, как обычно, Павел. Вот. И сегодня у нас будет урок номер 4 про Ардуино для чайников. В этом уроке мы разберем, как сделать световой термин бокс. Термен бокс. Вот. Элементарный, простейший. Кто не знает, что это, это такая ерунда, к которой подносишь руку, и у нас разная мелодия происходит. Вот. Значит, ну что ж, смотрите, что нам для этого понадобится. Ну, естественно, контактные провода, Ардуино УНО, пьезоизлучатель, фоторезистор. Вот. Схему подключения я вам чуть позже покажу в этом видео. Тут я хочу продемонстрировать работу. Значит, смотрите, сейчас я чуть-чуть отдалю, чтобы рукой было удобно. Сейчас принцип работы какой? Вот он фоторезистор у нас. То есть он реагирует на освещение. Чем больше освещение, тем слышнее звук происходит. Как только я рукой его заслоняю, свет тускнеет, и излучение у нас, звук другой происходит. Вот. Ну, давайте я вам продемонстрирую. То есть включаю. Вот. И что у нас происходит? А ничего у нас не происходит, да? А, вот. Запечатал. И смотрите. Так, не то. Подождите секунду. Надо его откалибровать. Сейчас. Сейчас все сделаем. Так, поехали. Вот. Видите, звук у нас пошел. Рукой я отдаляю, прибираю и рану и рву. Вот. Вот такой. Если, знаете, как бы, их много на ютубе всяких этих терминвоксов, вот, можно посмотреть, как они работают. В принципе, можно даже создавать мелодию. Вот. Но мне тут неудобно под камерой, как бы, и резистор я слишком близко поднес, да, к проводам. Мне неудобно его закрывать. Вот. Ну, что ж, давайте перейдем, наверное, на компьютер. Я вам покажу там схему. Вот. Расскажу про скетч. Вот. Что, куда подключить и как оно работает. Так. Ну, что ж, друзья. Вот мы на компьютере. Значит, вот такая вот у нас простейшая схема. Значит, что тут? Ну, вот сам зумер. Вот. Цветовой резистор. Резистор на 10 кОм. Вот. Какая схема подключения. То есть, проводом управления на зумере мы подключаемся к 8-му порту. Вот. Далее, ну, минус к минусу мы подключаем. Плюс мы подключаем к 5-ти вольтам. Вот. Вот. У светорезистора. Значит, у него нет ни плюса, ни минуса. Он, как бы, ему все равно, с какой стороны, куда подключаться. Вот. Поэтому, одну ножку резистора мы подключаем к 5-ти вольтам тоже. Вторую ножку мы подключаем к A0, да? То есть, это к аналоговому порту на Ардуино, A0. Вот. И через резистор в 10 кОм к земле эту же ножку подключаем. Так сказать, за параллельным, да? Вот. Чтобы не спалить, и все, у нас значения четкие были. Ну вот. Так. Ну, давайте теперь подключим, точнее, запустим наш скетч. Посмотрим, что в нем. Вот и как. Так. Напустилось. Откроем. Вот. Значит, что мы тут видим? Значит, смотрите. Объявляем переменную S-VAL. Это значение на фоторезисторе у нас будет. Вот. Далее. Минимальное значение фоторезистора будет, то есть, видите, 1023. Максимальное у нас 0. Вот. То есть, максимальное может быть разным. Вот. Далее. LED-PIN у нас 13-й. 13-й LED-PIN, как вы знаете, это стандартный диод на Ардуинке. Он встроенный. То есть, можно либо к ножке 13-й подключить диод, либо просто, если есть стандартный светодиод дополнительный, он будет мигать непосредственно управлением. Для чего это делается? То есть, у нас в этом скетче будет калибровка. Вот. Видите? Вот. Начало калибровки. И просто диод будет вот загораться в режим калибровки. То есть, мы поднячем палец. Вот. Значит, калибровка у нас, видите, происходит в течение 5-ти секунд. Значит, как она происходит? То есть, как запустили скетч, как только, да? Запустили либо уже Ардуинку. Закрываем пальцем диод. Вот. Закрываем. Не диод, а световой резистор. Я ошибся. Света резистора. Закрываем его. Ну, ждем, допустим, 3 секунды. Палец убираем. Значит, что в это время происходит? Он у нас считывает минимальные значения, максимальные значения и минимальные значения, показанные на фоторезисторе в данный момент времени. Вот. И он их потом сравнивает и равняет, и из-за этого у нас получается звук. Если мы, допустим, этого не сделаем, калибровку, и включим просто, пальцем не заслоним, пройдет 5 секунд, у нас звук будет идти. Но постоянно примерно с одной тональностью будет чуть-чуть отличаться, ну, как только вот за эти 5 секунд, какая тень там на них упала. То есть это не серьезно. Поэтому лучше делать полную калибровку. Вот. Ну, и здесь вот он эти все переменные сравнивает. Вот. Потом LabPin у нас выключается, показывая нам, что калибровка у нас закончена. Вот. Далее. Ну, тут потом у нас идут, считываются значения фоторегистра на аналоговом порту А0. Вот. Вот. Приводят значения. Так, и извлекаем звук. Вот. Ну и все. И 10 миллисекунд у нас получается будет задержка. То есть, если вы поняли, 10 миллисекунд это практически незаметно. Вот. Ну, вот такой вот маленький скетч, очень простой. Вот. Как бы есть в учебнике, да, уроков по Ардуино. Он немного другой, но он у меня не заработал. Пришлось мне в интернете найти немного другой скетч, их немножко свести, посмотреть, как и вот вышла у нас вот такая вот штука. Да, фоторегистра у нас обязательно на аналоговый порт пускать. Вот. В моем учебнике он подключался на стандартный порт, на обычный, digital, да, на D-порт. Вот. И не работал. Либо у меня просто Ардуино неоригинальное. Может быть, в оригинальной Ардуино у нас порты могут любые переводиться в аналоговый. Я не знаю. Но моя, видимо, не умеет. Вот. Поэтому ничего из этого не вышло, к сожалению. Но ничего. Есть другой добротный вот скетч, который все работает. И музыкальный инструмент у нас получился. Вот. Ну что ж, друзья. Так. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Ссылочки в описании я оставлю на фоторезистор, на зуммер, что-нибудь еще там на макетной платке. Вот. Следующие уроки будут выходить по мере появления у меня разных компонентов. Вот. Допустим, я заказал кнопки. Сейчас жду. У меня нету кнопки под рукой. Я бы вам скетч показал, как работать с кнопкой. Вот. Ну и так далее. Разные. Будем постепенно все это изучать. Вот. Такие простенькие проекты. Вот. В конечных уроках мы научимся замечательные вещи делать. Прям целые умные дома. Вот. Ну, все. Так. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, как я уже сказал. Всем добра, удачи, позитива, хорошего настроения. Пока-пока.